В Душанбе милиционеры военные заставляли двух женщин снять хиджабы. Таджикистан. Власти устанавливают тотальный контроль внутри страны. Россия. Продавщица напала на женщину из Таджикистана. Таджикский независимый новостной портал Ахбор 30 мая опубликовал видеозапись, на которой видно, как сотрудники правоохранительных органов перегородили дорогу двум женщинам в хиджабе на одной из главных улиц Душанбе. На видео один человек в милицейской форме и другой в военной форме препятствуют двум женщинам пройти дальше. Человек в военной форме сообщает, что скоро пройдет официальная делегация, по причине чего запрещается появление женщин в хиджабе на этом участке дороги и требует снять платок для продолжения пути. Напомним, что ношение хиджаба преследуется сегодня не только в Таджикистане, но и по всему Центральноазиатскому региону. Если где-то давление ограничивается запретом на ношение платка в общеобразовательных школах, то где-то доходит дело до рейдов против женщин в хиджабах, словно они являются преступницами, как это периодически происходит на улицах Душанбе и Худжанда. Эксперты объясняют происходящее чрезвычайной заинтересованностью в подавлении любых проявлений ислама, как со стороны режимов стран региона, так и крупнейших игроков России и США. Я уже об этом говорил, можно и нужно идти по пути возврата к школьной форме. Депутаты Нижней Палаты Парламента Таджикистана одобрили 29 мая поправки в закон о военной разведке вооруженных сил о Республике Таджикистан, который предполагает организацию разведывательных мероприятий внутри страны. Другими словами, таджикские депутаты узаконили, по сути, уже существующий тотальный контроль над каждым жителем. Если до этого слежка велась за каждым жителем незаконно, то отныне данному действию властей дана легитимность. Первый заместитель Министерства обороны Таджикистана Эмамали Сабирзада объяснил данное решение необходимостью борьбы со спящими ячейками внутри страны. Быстроизменяющаяся обстановка в мире и регионе, усиление угроз терроризма и экстремизма, существование спящих террористических ячейк внутри страны, которые могут негативно повлиять на военную безопасность страны, требуют привести полномочия военной разведки в соответствии с требованиями борьбы против современных угроз, заявил он. Напомним, что появление внутренней разведки в Таджикистане означает полномасштабный сбор информации о населении путем скрытых и нескрытых способов, прослушивание всех телефонных разговоров, тотальную слежку за таджикскими пользователями сети интернет и тому подобное. Наблюдатель отмечает также, что тотальную слежку можно было легализовать для тех органов, которые и так ею занимались – ГКНБ и МВД Таджикистана. Но таджикские власти решили создать новое ведомство с огромным бюджетом, что указывает на то, что беспокоит режим сегодня больше всего. Правозащитная организация «Комитет гражданское содействие» объявила сбор средств для пострадавшей матери-одиночки из Таджикистана, которую в марте 2019 года избила сотрудница супермаркета «Магнит» в подмосковном Щелкове. Продавец била трудовую мигрантку ногами по животу и несколько раз ударила по лицу и голове сканером штрих-кода, выкрикивая ксенофобские оскорбления. Работнице «Магнита» не понравилось, что покупательница пожаловалась на проданный ее 8-летнему сыну просроченный йогурт. Об этом сообщается на сайте комитета. Как выяснили журналисты, агрессия со стороны продавщицы была вызвана желанием отомстить. Летом 2018 года сын и женщина-мигранта купил в супермаркете «Магнит» 4 йогурта. Купленный йогурт оказался просроченным, от которого младший сын мигрантки отравился. Таджичка в тот же день пришла в магазин и пожаловалась руководству. С момента инцидента прошло более полугода, но весной 2019 года, возвращаясь с работы, женщина из Таджикистана зашла за покупками в тот самый магазин. Продавщица, виновная в продаже просроченного йогурта, набросилась на иностранку со словами «Почему эти таджики ходят в наши магазины? они все воры». Продавщица несколько раз ударила ее сканером штрих-кода по лицу и голове, а когда женщина упала, начала бить ногами по животу. Причем никто из покупателей не пришел ей на помощь. «Правозащитники отмечают, что насилие в отношении трудовых мигрантов из Центральной Азии набирает в России обороты и объясняется не только ксенофобской пропагандой со стороны российских средств массовой информации, но и безразличием российских правоохранительных органов к подобного рода преступлениям, что в свою очередь является следствием полного безразличия со стороны режимов в странах Центральной Азии, которые никак не реагируют на преступления в отношении граждан.